Девушки отдыхают Девушки отдыхают Однако следствие рассматривать версию аллергии на продукт не спешит По крайней мере оставшийся салат даже не отправили на экспертизу И в день смерти эти салаты не забрали, то есть ни милиции, никому это не надо было ничего Я уже сколько раз ходила и здесь я в СЭС была То есть вот я как с ними хожу и прокурор не сколчусь с этими салатами В возбуждении дела женщине отказывают, ссылаясь на то, что она в этой истории заинтересованное лицо И в остатки продукта могла добавить тот самый аллерген, дабы получить компенсацию Но Юлия не теряет веру в то, что виновного удастся наказать Она намерена обратиться к независимым экспертам и в суд с иском к магазину, где продавался злополучный салат Обстоятельства смерти Живенковой Дарьи проверяются в соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом В рамках доследственной проверки, которую проводит следователь Следственного комитета Сроки еще не истекли Все доводы, в том числе доводы родственников Дарьи, они будут проверены в рамках этой проверки Будут проведены соответствующие экспертизы Изделия, которые продаются в магазинах, салаты и готовые горячие блюда В некоторых случаях действительно опасны Некачественные продукты и банальное пренебрежение санитарными нормами Могут нанести непоправимый урон здоровью Известно, что салаты наиболее скоропортящаяся продукция Потому что разные ингредиенты, заправки и так далее Поэтому чаще всего, когда какие-то случаются неприятности Действительно чаще всего фигурирует именно салат Не меньшую опасность представляет и молочная продукция Желая сэкономить на сырье, изготовители нарушают технологию приготовления Используя при этом запрещенные добавки Пенсионерка из Москвы Татьяна Обухова стала жертвой недобросовестных производителей Купив банку сгущенки Мне стало плохо Стало тошнить Закружилась голова и сердце защемило Внук вызвал скорую Скорую забрала в больницу Экспертиза выявила в продукте повышенное содержание трансжиров Подобные добавки крайне вредны и по некоторым данным Даже могут способствовать развитию онкологии Из-за попадания большого количества трансизомеров жирных кислот в организм Может моментально подскочить холестерин И вязкость крови увеличится И забиваются сосуды таким образом Если вы столкнулись с некачественным товаром Не стоит закрывать на это глаза Незамедлительно обратитесь к производителю или продавцу с претензией При этом неважно, сохранили ли вы чек на покупку Будь то товар со стекшим сроком водности Или товар, чей состав отличается от состава указанного на этикетке Или если вы обнаружили в товаре народное тело Независимо от этого потребитель вправе требовать возврата денег Вправе требовать возмещения убытков Компенсации морального вреда Штраф неустойчивый В том случае, если магазин отказывается принять некачественный товар Необходимо провести независимую экспертизу Так поступил москвич Лев Нудель Когда обнаружил в лапше быстрого приготовления таракана Что вообще можно предпринять в этой ситуации? Можно ли добиться компенсации? Будет довольно сложно доказать, что не вы сами положили сюда таракана Реально нужно проводить сложную процедуру экспертизы Поэтому я думаю, что лучше написать заявление в Роспотребнадзор Чтобы они могли проверить данное предприятие А вот находка Марии Смирновой и вовсе удивительная В купленном для ребенка щербете обнаружился шуруп Размером в полтора сантиметра К счастью, предмет удалось вовремя обнаружить И никто не пострадал У нас маленький ребенок Что здесь все натуральное Поэтому и не побоялись, что ребенок будет Если не будет, это безопасно для ребенка Но оказалось опасным для нас Взмущенная женщина уже направила заявление С жалобой производителю и в Роспотребнадзор Если будет доказана вина производителя То ему грозят серьезные санкции От крупных штрафов до запрета на производство товара В том случае, если здоровью потребителя нанесен серьезный ущерб Производитель будет привлечен к уголовной ответственности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова